Павленко! 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 Я предлагаю позвать еще премьер-министра Украины, крикнуть к нему. Яценюк! 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 Нам придется ходить по этажам и кричать в каждую комнату, чтобы они нас услышали, потому что мы там не были никогда. Или мы слабо кричим. У кого какие идеи по этому поводу? Ну, или женщина тут вот одна предположила, что они глухие. Как говорила? Они прекрасно нас слышат, просто они не хотят. Яценюк, выходи! Яценюк! Выходи! Яценюк! Выходи! 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 Яценюк! Яценюк! Выходи! Яценюк! 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 Уважаемые вкладчики, власть ведет себя очень странно. То есть вместо того, чтобы решать маленькие проблемы по мере поступления, они идут непонятным путем и накапливают их до такой степени, что эти проблемы становятся как критическая масса, приводят к социальным взрывам. Вот, вдумайтесь, например, разорился банк. Ну, вернее, даже не разорился, его искусственно разорили. Это ведет к тому, что возмущаются вкладчики. Дальше сюда выйдут юридические лица, которые точно так же не получат своих денег, они не смогут выплатить зарплату, агрохолдинги и так дальше, и так дальше. Дальше правительство вводит налог на пассивные доходы. Но доходов-то нет. Доходы платятся с прибыли налоги. У нас убытки. Мы не то, что не получили никаких процентов, мы не получили своих вкладов, но налоги с этого уже уплачены. То есть теперь будет следовать огромный вал 500 тысяч исков суды на то, чтобы вернуть излишне уплаченные налоги в бюджет. Застопорится судебная система. Она не сможет переварить 500 тысяч исков. Налога не сможет ответить на 500 тысяч обращений. То есть власть создает какие-то искусственные штучные проблемы, которые приводят фактически к коллапсу финансовой системы. А потом удивляются, почему гривна по 30, ну, как она могла там, сначала заявляли, что она не может быть выше 12, потом выше 13, и сейчас она выше 16, к концу года будет до 20, и так дальше, и так дальше. Человек, имея 1 доллар раньше, может прийти и купить 3 килограмма картошка. Если вы не знаете как, подойдите и спросите. Мы вам подробно расскажем. Среди нас есть юридисты, экономисты, люди с тремя высшими образованиями. Нам нечего терять. Многие уехали из зоны АТО. Бандиты отобрали имущество, отобрали прошлое. Страна отбирает будущее вместе со всеми сбережениями, которые копили на обучение детей, и так дальше, и так дальше. Услышьте нас. Проблема решается просто. Надо просто одного посадить и другого на его место поставить, который решит проблему. Если вы не можете посадить одного преступника, зачем... Требуем по закону исполнение закона об обращении. Требуем по закону исполнение закона об обращении. Если вы не хотите ответить нам письменно, мы придем и будем требовать ответа устно. У нас нет других выходов. Субтитры создавал DimaTorzok